Игорь Тихович, меня видно? Да видно, ну нормально видишь, маленечко темновато, но развещаю где голова, где ноги. Так, ну еще, просчитал, что я послал? А что читать, я смотрел видео. Ну вот видишь все, а до этого отец Сергий говорит, а что вот сказал Игорь, что мы не принадлежим к патриархии, а как, они криком кричат. Вы должны об этом говорить. Они-то думают, как бы мы их не осквернили, что люди подумают, это действие наше исходит от патриархии. Да я вас боюсь, как чумы. Чего бы я с вами соединялся-то? Вот одно дело, только они идут. Стройом идут, их не касается. Он выскочил из строя и начинает, как только они прошли, рваная уже, Евангелие валяется в снегу, уже видели. Они не могут быть другими, я их не обвиняю, ничего, но я должен заострить момент на этом. Очень хороший момент был, это как раз для тех, кто говорит, а почему вы говорите, что мы не отсюда, мы обязаны это сказать. Потому что вы говорите, люди, которые вокруг нас говорят о страшных пороках с Дергией, вот вы откуда пришли, а мы к ним не относимся совсем. Сохрани Бог, чтобы я, да еще раз я к ним прилипляться-то буду, у меня достаточно самого себя. Мой багаж понесите, тогда и вам хорошо будет. Ну да, прямо, я не знаю, меня поразило даже вот это вот, нападки такие, но я вживую увидел, я раньше такого не видел. А когда бы увидели рядом патрульные машины, милицию вызывают, как они лгут, как вызывают прокурора. А милиционер-то пришел, и вы увидите там, когда в Павловске, там, стоит на этом, да здесь же он есть, в Ютубе, в Мейл.ру. И вот он, милиционер-то проверил, я ему говорю, они записывают, все, документы отошли. А он теперь забегает, милиционер впереди этого, настоятельный, конца Александра. Ну и что теперь делать? Он не знает, что говорить. То есть они подмяли милицию под себя. Ох, ждет же их кровавая баня. Это все отрыгнется им. А тогда он говорит, а вы у батюшки благословитесь, вот у нас есть где-то дальний район, там, три избушки. Так вы поезжайте туда по благословению. Он же дурака считает-то. Я приехал, где 20 тысяч человек в каждый дом заходят. А он мне посылает, где три домика там, в тайге. И он, ну это, к батюшке относятся в его каноническую территорию. Поезжайте туда, батюшка вас благословит. Я еще могу сказать. Ущербный вам, ущербный совестью. И вот еще вот он прицепился, я заметил. Игорь говорит, ну вот почему вы не напишите на спине у себя РПЦЗ? Вот, а я думаю, а какая разница? Или зарубежная эта церковь? Не может же церковь зарубежная или русская церковь говорить разные вещи. Мы же церковь, мы же одна церковь, и говорить должны мы одно. Вот как будто рынок гастарбайтеров какой-то, знаете, конкуренция за клиентов там. Можно подумать, хлеб у них забирают. Вот знаете, такое ощущение создается. Так мы-то всех до Единого направляем в храмы Московской Патриархии. Самый главный, да, вопрос. И все сразу никак. Так вы к себе не зовете. У нас запрещено звать к себе. Наша общая, допустим, 23 года. И мы ни разу никому не разрешили к нам звать. Вот у нас на 26-е, вот следующее воскресенье, будет день открытых дверей. В прошлый раз пришло два человека, корреспондента. Все. То есть можно повестить родственникам, у нас вообще просто так и придешь. Как писал корреспондент тут один, Тепляков, и говорит, в общем, у Клапкину попасть нисколько не легче, чем в отряд космонавтов. Нас вообще обвинять. Я вербую, тащу. У них отнял людей, которые могли бы отдать им деньги за свечки эти вонющие. И чего этого нету? Вообще нету. А почему против? Так вы им задайте вопрос. Я-то не против. Ни единому за 23 года ни один человек этого не сказал. У нас тут приехал один священник. А приехал к Диакону. А Диакон к нам не расположен. Но ездил, раза два с нами ездил, я его убедил. Ну на машине, он шофер там. А этот священник ему, родственник, и говорит, а вы ездите везде, только говорите, чтобы патриарха не слушать. И он КГБшник. Я говорю, ну-ка, Диакон, иди сюда. Вот твой родственник этот говорит. Скажи, мы хоть раз говорили? Он говорит, нет. Ну ты с нами ездил, видел? Нет. Вот он ни разу поп не ездил. И притом он к нам не враждебный. Но здесь он патриархийный. Говорили мы или нет? Он говорит, нет. Он должен был что-то рассказать. Простите, ребята, я не знаю, почему я слышал по разговору. Вот вы сами говорите. Тут ваш батюшка стоит, тут и Диакон, который мне, друг, больше, чем вам. И он говорит, не было. Он этого не делает. Он закрывает машину, сел, хлопнул дверку. Они беспокаянные. Эта ложь будет ему препятствием на мытарствах. Особое мытарство лжи. Они безбожники. Вот я вижу, Чаплин против, говорит, я могу прокомментировать. Но я просил, я не стал комментировать. А сегодня на моем же форуме выставили то, что Андрей Кураев говорит. Он его прокомментировал. Но прокомментировал не целиком, а отдельно только пункты, которые я бы не смог тронуть в таинственную сторону. Вот мы всегда, церковь, в каждом слове ложь. Непрерывная ложь. Что не было этого никогда у вас. Мы по Евангелию издаем. Говорят, что? Это был такой писатель Алексей Толстой. Это нелепо, Алексей. И он говорил, вся истина находится в ЦК, в ЭКПБ. Так и здесь, вся истина. Патриархия, он говорит, это совершенно новое учение. Это даже Папа Римский на это не посягал. Только в догматических вопросах. Непогрешимость Папа. А в житейских он может так же ошибаться, как Серафим Саровский говорит. Я и не молился, там и ошибался. Они безбожники. Ну, тихо, вот тут вот действительно, я вот момент такой один. Я действительно вот заметил, как вы называете их волками. Точнее, не вы, а апостол называет их волками. Вот я вот это вот заметил, вот эту злобу. Знаете, в каком моменте, когда он прицепился к камере, он говорит, зачем вы, чего вы снимаете? Это, говорит, колюбийские замашки. Вообще, вообще. Это такая чушь. Он не знает, видимо, не знает, к чему прицепиться. Он за камеру уцепился. То это прям какая-то, действительно, какая-то злоба неопознанная такая. Но представьте, еще раз повторю один случай. Прощенное воскресенье. Кажется, более побуждающего дня к смирению нету в году. Все друг перед другом, прости Христа, роди, прости Христа, они в храме везде. И мы все пришли сюда. У нас такое было правило. Мы каждый прошел воскресенье, ходили в собор патриархийный здесь. Тут стоит епискат Максим Дмитриев и подряд священников 32. Со всех храмов собраны. И мы каждому подходим, целуем крест у него в руке. Прости Христа, роди, перед верхиереем. Вышли на улицу, пошли туда. И на нас нападают семинаристы. Как я теперь узнал, вот этот самый священник стоял и одобрял. Он на этого Игоря, который с ним разговаривает, который раздает Игорь, такая шапка-то у него. Он пришел к подряснике. И они подходят семинаристы. Ты что тут козел борода ты делаешь? Семинаристы, ему 45 лет, они в дети гонятся ему. А другой подходит, а что ты разговариваешь? Дай ему в морду. И этот священник, как раз заставил, он стоял. И мне сказали, что он как раз пришедший из баптистов. Тут еще вот какая-то... Почему? Ему сейчас нужно вылупаться из кожи, из ноздрей. Доказать, что он патриот. А его все время будут говорить, ну это вот батюшка-то, отец Андрей, так, примерно, сказать. Это из баптистов. Ему надо эти слова стереть. Он хочет забыть свою биографию. Не забудешь. Как устаробряться. Ты перейдешь, и твоим потомкам будут тыкать. А это вот тот, который перешел от Нейканьян к нам. Они не могут по-другому быть. Это один дух. И вот он вчера лезет зарубежно. Я даю хлеб, какая тебе разница зарубежно? Какое отношение ты имеешь? Я каждому должен подавать и говорить. Вы берете вот квиток, так это я и зарубежно. Дураком назвать, он не дорос до этого уровня. Им еще долго надо благословляться в архиереях. Но завтра, если только они начнут с архиереями воевать за деньги, у нас тут было. Они листовки расклеивают. Тут что было? Они же их костры не допускали. А сразу они делились полностью. Деньги не поделили. Ну кое-кое-кое-как уладили. Но что самое важное это еще. Те и другие, вот в Новоалтайске было. И архиереи, они по перемену ко мне идут и со мной беседуют. Что теперь дальше-то делать-то? Эти враги, они прям враги мне. Но тут же меня пригласили, я приехал с настоятелем, беседуем. Я говорю, вы правы, но примиритесь, вы даже первый шаг архиерею сделать. У меня это все описано. И вот наконец архиереи. Ну они же такое на меня тут. Я говорю, Владыка, у вас власть, простите, вам это в добрую строку зайдет. И вот у них там собор они, а я на улице стою, метель метет, и я стою перед собором. И они как катапульпы вылетают оттуда, примирились, все, а на завтра будет статья победа. Как будто медведи закололи в берлоге. Маленько погодя, выходит, тогда Антоний был. Я не пойму, они так себя ведут, как будто какую-то победу одержали. Говорит, так и есть. Ну ты не думай об этом, пойдем обедать ко мне. А серый кардинал, Войтович был сидел, он те и другие данные знал и молчал. Он руководил закулисной борьбой, я его знаю. Таких благощинок примерно три было на весь Советский Союз. У него кличка КГБ, я все знал. И спрашивает, а как вы могли это узнать? Точно. А дело в том, что кому я клички делал, а у них квартиранка жила, а и к ней ходил Прелюбодей, второй секретарь Крайкова партии. И он все рассказывал. Ну, такие они есть, прости Господя. Знаете, вот в этом фильме, вот, видимо, Господь так распорядился, в этом фильме открылось лицо православия. То есть сначала вот этот священник, а потом в лице этой женщины пожилой. И Господь показал, и вот я буквально ошарашен был. Как будто, знаете, какая-то сцена театральная. Вот, как будто вот сначала прошли священники, а за ними прошли прихожане. И вот это вот открылось, вот это зло, военеистовство людей. И что, и вот как все-таки, как она? Единственное, у меня слов нет. Так это ты одно увидел-то. А когда их выходит 50 человек, они все это говорят и костылями машут тебя по спине, бьют. Они одержимые. Это попы их сделали такими. Как пишет Андрей Кураев, я Чаплина знал, когда было 23 года. Это нормальный юноша был. Они его сделали таким. Патриархия все перемалывает и вымачивает, как труп пленина в ванне. Они делаются ядовитыми. Это сергианство в живом виде. Сергианцы, сергианцы, это новое было, обновляться. А куда они делись обновляться? Никуда. Через лживое покаяние они все вошли в патриархию. И они остались на своих постах. Это весь дух нового обновлянщинства. Вот это сергианство. Это сталинско-беревская патриархия. Он свирепствует. И рано или поздно я знал, что Господь начнет работать. Будет работать. Тут действительно открывается, прямо зримым становится, как он называет, дух злобы поднебесной. Открывается в людях вот это зло. И причем это зло бы никак нельзя определение никакое дать. А на что вы злобитесь? Если вы можете объяснить, что вас так озлобляет? Вот спросите у той же женщины, а на что ты так озлобилась? Почему ты такое неистовство проявляешь? Что тебя так обеспокоило? Это абсолютно невозможно объяснить. Это прям какая-то, если по-научному, то уже шизофрения какая-то. Но она близка к священникам. Все проходят, все берут, благодарят, останавливаются, расспрашивают. Это люди, не приближенные к церкви. Которые приближаются к церкви, и все равно, если ухожие к священнику, это ядовитые, как будто бы из серпентария выползли. Притом абсолютно везде. Везде. Сто процентов. Где наших священников нет. Это дух, внутренний дух. Удивляться этому не надо. Он не может быть другим. Она видит, мы раздаем Евангелие. Вот это красненькое Евангелие, это мы сейчас заплатили за него, оно недорого. Выпустили. На первой строчке написано, выпускается четверо Евангелие по благословению патриарха Кирилла. Им разницы нет. Наши руки коснулись, они считают их отспирненными. И Евангелие рвут и жгут. Они бешеные волки, лютые. По Донуам ходили, розданные нами Евангелие, собирали и в церковном дворе жгли. Вот, я написал патриарху об этом. Как вы отвечать за это будете? Это антихристы, я говорю, в рясах. Нет, ну я вот не знаю, я лежу, в храмах не бывает. Я не знаю, ну что там, учат в храмах самих, что ли, так относиться к людям? Да. Ну что, прям проповеди такие дают? Нет, проповеди, прямо так и говорят. Вот он выходит, священник, бывший помпрокурора, зампрокурора района, стал священником. Бургин отец Николай. У нас он, если знаю, уже мне, вот выходит и начинает говорить. Вы знаете, вот Игнатий Лапкин, а называть фамилию, имя, это запрещено в храме. Ты можешь во дворе говорить. Запрещено, это Златоустов проповедь говорит. Это человека еще более ожесточает. Мы незрим и влияем на нравственность. На нравственность говорят. Он всю прессу закупил на американские доллары, о нем печатают, телевидение, фильмы он снимает. Вы понимаете, что это? И начинает. Он жену оставил, там с молодой хариской уехал. У нас ни хора нету, ни молодых харисок. Они не греха... И он у меня был, только что был. Три дня назад обедали, за моим столом сидели. Моя жена его кормила пирогами. Она искусница такая. Они греха вообще не понимают никакого. Он у меня был, сутунок, здоровый, полный, толстый. Кто его за язык-то тянул-то? Ну и что, после этого, немного погодя, милиция забирает в пьяном виде. Надо ему это. Они лживые. Поэтому я им объясняю. Я говорю, когда спрашиваешь, на какой патриархии, я говорю, ложь. Двумя словами, всегдашняя, тремя, тотальная, всегдашняя ложь. Они не могут без этого. Я говорю, ну ты знал, что это не так? Ты лжешь, да? Знал. Ну как же ты мог стоять перед престолом, поднимать руки, когда ты, даже на тебя, кто имеет, ты должен положить. А то ты имеешь, ты маленько думаешь, что ты говоришь-то. Он не понимает, даже о чем я говорю ему. Они безбожники. За столом у архиерея, когда сидели, и наши архиереи рядом, в епархии, здесь, в Московской патриархии. Я на этой, где семинаристы, я ему сказал, бискупу Максиму, это ваш волчатник. Это вы их такими сделали. Я их знал, прекрасные ребята были, как Андрей Кураев, а Чапли не говорили. Это вы их сделали такими злобными, непримиримыми, лживыми. Они не могут даже сообразить, что им помощь идет. Они не привыкли к свободному глазу. Они привыкли только нацемерить, чтобы его не оттолкнули от кормушки. И там он будет щавкать всю жизнь. Это будущие священники, которые нападали на этого Игоря, кричали, козел, и дай ему морду. А священник стоял, и наши сестры говорят, что священник одобрят, а он стоял рядом. Мне вчера сказали, а то он стоял как раз. Только что вышли из храма, вместе каялись, стояли в службу. Для них это не существует. Это все так, не нужно. А вот тут он настоящий вышел. А почему? Он не понимает ничего, что это как кончилось, уже время уже в прошлом. Если о всем христианстве, как о постхристианском времени говорят, а я с этим не согласен. Я работал и буду работать. По большому счету, я даже не знаю, что говорить. Ну, что говорить, они же должны на вашем месте стоять. Они с этими Иваны бегать Слово Божие должны вести. Что ж тут дело-то немудреное. Тут посмотрел, увидел и завтра сам побежал раздавать. Что-то тут и думать не надо ничего. А вот знаете, вот этот вот дух у них еще какой-то он прямо как будто у них какая-то власть есть такая, что они вот прямо неограниченная власть какая-то. Они вот чувствуют это и живут этим. Прямо даже смешно становится. Давай вообразим, что он нас слышит сейчас и будет это смотреть. Он что может сказать, не так было, это не он был. Не он. Враг государства, им надо посмотреть фильм там, когда мафиози говорит, это не я. Говорит, ну, тогда прокурор будет разбирать, где ты, где, где. И хочется смерти для всех. Вот они идут, они видят, мы стоим, мы стоим там уже полчаса на морозе, раздают. Тебя что-то касается. Тебя взял архиерей, ты идешь вместе с ними в этой толпе, они на то же поете антифон, кандак, крещахуйся, там пищат, что-то это у них, они договорились, там пару-пару передают, это женщины пищат. Ни одного слова ни один человек не понимает. Даже если бы сказали, тебе дадут миллион, переведи, что они поют. Ни один не переведет, даже семинаристы. А они там пищат и пищат. Здесь ясно с человеком говорят, и он выскочил из этой толпы, как говорят в мире. Говорит даже неохота. И он выскочил, и другим боком уже выходит по борту и начинает нападать. Он не может, он пенится весь, он бурлит. А чтобы, допустим, я должен сверху и спереди написать, я ТРПЦЗ, люди даже этого и не знают, никто не знает, что такое. Тем более, мы из всех, которые признают, признали акт о каноническом общении. Но я напишу, да, я зарубежник, или как ему надо написать-то? Еще, ты не выскочишь из толпы, там мы ничего не говорили, вышли из храма. А ты с семинаристами сразу подошел. Сейчас я с Сергеем, когда разгарусь, батюшка, я говорю, в Томске-то были, на меня там напал, да как он позорил перед семинаристами, там, мургомистром. Да он сейчас не работает. Причем тут работает, не работает. Он преподавал семинариста, зам ректора, руководитель хора в соборном храме. И все это, как запросто, как будто этого не было. Он попросил прощения? Он изменился хотя бы? Ничего нету. Я ему показываю, вот смотри, два благословения, два архиерея. Он ничего не может сказать, но это в 2002 году было. Да что, прокисло оно или горячее? Но его сейчас нету. Но его нет, на его месте другой такой же. Это мы думаем, что он не может быть другим. А что ему необходимо? Рога в землю. Священник, священник это пример смирения, пример такого благочестия. И что же они показывают для себя? Вот они бывают, когда у нас, или кто-то даже не наше. Мы в гости приезжаем, даже юноша молодой. Мы всегда спрашиваем, есть ли у тебя слово к народу? Это было в дьяниях апостолов. Проходят апостол Павел с Варнавой, сидят в иудейской синагоге. К ним подошел служитель и спрашивает, братья, у вас будет наставление народу? Мы всегда это говорим. Если нас посетили баптисты, американцы, кто-то приехали, мы обращаемся к ним. В храме я не могу этого сказать. Тут должен говорить человек Саня. Я не говорил. У меня архиерей рукоположил меня в часа. Ниже этого нету. Ифрейтор. Для того, чтобы я мог говорить проповедь внутри храма во время литургии при епископе с одной целью. Пусть они кого-то найдут, кого бы рукополагали с единственной целью. Знаю, что я священником никогда не буду. Значит, чего-то это стоит. Ну, а вот за подвесник он, Игорь, сделал такое замечание, что ты подвесник наделал. А что это? Дресс-код какой-то или что? Ну, а до этого батюшка-то Сергей-то говорит, а почему он не в форме? До этого обвинение-то было другое. Вы надели. Обвинение почему ты надел? А вариантов нет, надеть и не надеть. Вот ко мне приходят на занятия. Я веду занятия в техническом университете. 21 тысяча студентов. Это большой университет. Мне так кажется, 15 стран только, которые посылают сюда учиться. Дальнего заубежья. И вот заходит, а у меня грифельная доска и стоит посередке образ Христа. С одной стороны Божья Матерь, а с другой Николыч и Дотворец. Мне записка. Они стоят у вас неправильно. Этот образ должен стоять с той стороны, а этот с той. Я говорю, так у меня было это? Отвечаю, я-то озвучив слух. Я говорю, было это? Я переместил, этот человек не стал ходить. Я говорю, я перемещаю, но вы больше не прийдете. Я переместил, он больше не пришел. По записке меняю. Кому? Ну, я говорю, мне это ничего не стоит. Я могу так поставить, могу и так. Но у тебя в мозгах-то ты не можешь переставить. У тебя мозги-то не закаменели. Закаменели. Там батюшка пахал, он тебе паяльной лампой мозги-то свернул. У тебя ни одной извилины нету, только одна ямочка. Батюшка, благослови. Окормленная каноническая территория. Три слова. Все не евангельские. Я не могу в людях вызвать уважение, шестое качество лидера, привлекательность. Но вот народ относится так. Просятся. Вот сегодня только из Латвии. Откуда? Из Риги. У меня такое желание встретиться с других мест. А он все считает. Я из ваших роликов не выложу. Почему это так? Ну, ректор. Ректор такого университета. Там доктор, академик. Какие у него звания, все. Профессорский состав заседает у него там. К нему попасть я пришел. Я сяду перед дверью. И секретарь новая поручили, что-то там бумага придет, ему откроет. А он сидит напротив, а все остальные там столы там вокруг. И он меня увидел. Владимир Васильевич из Стивкеев. Он лежу, сразу же поднимается. Так, машет рукой, заходи. Я говорю, так у вас заседание. Я сказал, заходи. Он сразу меня всем профессорам представляет. Вот человек, перед которым я преклоняюсь. Обнимет и поцелует. Пусть он мне покажет какого-то вот такого, как я. Никакого. Чтобы такое отношение было. И про ректор здесь. Какие свидетельства я показываю. Это что? Мэр города приезжает сюда ко мне. Мэр. А мэр непростой. Входит в десятку лучших мэров России. И он приезжает, фотографируется, едет в машине в городе и рукой машет. И что пишет? Я... Те же самые слова. И это все в бумаге, выразлено за подписью с печатью. Пусть они похвалят с этим. Да, я хвалюсь. Моим господом. Который не нашего уровня людей. И так смиряет. Ну, я много лет исследовал его жизнь. Кто говорит? Прокурор края, генерал-лейтенант. Пороскут. У нас близкие отношения. Ему попасть на прием. Один говорит, я два года хожу. А я говорю, я два раза на день могу прийти к нему. Любое время. С чем это связано? Я 32 раза к нему обратился. 32 раза комиссии были, которые приезжали. Я приезжаю домой как-то. Лежу у меня со счета снятые деньги. Там тысячи полторы, что ли. А за что? А вам услуга была оказана. На телефоне лежали. Телефон. Я говорю, а какая же это услуга? Ну, у нас такой есть специальный отдел, который утешает одиноких людей. Меня утешали. А как утешали? Ну, по телефону, чтобы поговорить, занять время. Я утешаю весь мир, а вы меня этого не было. Так, фамилия ваша, я спрашиваю. А зачем? Я спрашиваю начальника фамилии. Нет, я говорю, я приду сегодня к вам, узнаю. Так, я прошу день не вернуть. Чего ради? Все, я говорю, вы хорошо слышали? Предупредите начальницу. Теперь я начинаю объявлять еду на вы. Я сразу пишу заявление УВД края на прокуратуру по правам человека. Ты скажи, как их растрепали. Они мне одно пишут бумагу, вторую, третью. И мне деньги сразу же вернули. И их лавочку закрыли полностью. Вот и все. Я говорю, вы думаете, с кем связались-то? Я вас предупредил дважды, вы не отдаете деньги мои. Скажите, а где ваша услуга? А начальник спрашивает, они не могут приставить услугу. Они наши показания, я владелец, ничего не было. И кого вы будете утешать? Меня? Да, действительно, вы им звонили. Да, я звонил. А как звонил? Потому что у меня телефоны, детский лагерь открытый. Я спросил, вы не хотите ничего отправить в лагерь? Я же не государственная структура. Я сам должен рекламу дать, а дети сам взять, сам отвечать уголовно. Нравственно перед Богом. Это 41 год. Ну и все. Победа-то не из-за того, что я имею связи где-то, а из-за того, что Бог, Бог. И эти вот они все боятся. Он на меня... Вот мы пригласили их, и этого священника, ему тут уже говорят, у 26-го у нас он не придет. Никогда. А мы зовем их, открытые двери, батюшки. Я пригласил 33 священника. И 12 семинаристов. Вчера вот, если в наш ролик смотрели собрание, где я много об этом говорю, там, вчерашнее собрание, там, слово... Вы знаете, как-то не смотрите, я уже как будто, я уже там, ваше общение как-то. Я уже присутствую там, видите. Ну, я что скрыл-то? Я все отвечаю, как есть. Я подвожу там, видишь, как начало, откуда, и подвел-то к молитве-то. Я длинный круг-то сделал, но я предупреждаю, я не мимо еду. Что такое посох? Вот как сестре подарил 30-й дом, прокусанный собакой через Евангелие. Но это нельзя сделать такую проповедь. Это надо сначала сделать то, что мы сделали впереди. Какой был день, как она шла, где мы были, называют. Они эти, вот это даже собрание, оно уникально, неповторимо. Они Чаплин, и никто не повторит. Почему? Ну, они не могут. Вот Чаплин выходит, ну что, он почапал перед народом, дальше ничего нет. Если обо мне снятые ролики, на одном, я высоко на дереве, на дереве, лестнице, я молодых не посылаю, говорю, у вас жизнь впереди, а меня чего жалеть-то? И они меня стаскивают с лестницы, я все равно лезу, держите лестницу. Один снимает, Володя, и отпиливаю сучки, которые провода задевают. Ну, пусть Чаплин покажет, где он на дереве. В другом месте я на столбе провода натягиваю. А снизу комментируют, я молодых-то не допускаю. Он не может это создать. Он не может показать, как он купается в Севастинском этом озере, с собакой, плавает в Черном море Каспийском. Не может показать, как в доме Мулы. То есть у нас такое разнообразие, такая гава. Тут флейты играют все время. И они злобятся. Злобятся, то от чего было бы на голову. Завидуют. У них ограниченное мировоззрение. Когда говорят завидуют, говорят, что завидуют? Я говорю, скажите, Пилат Язычник, он не мог знать больше, чем фарисей. Фарисей, он говорит, знал, что предали зависть, а они не знали. Стефан говорит, и братья предали Иосифа из зависти, по зависти. Значит, Стефан знает, а они не знали. А что бы мы завидовали? Да вот, мальчишка, разноцветная одежда. По зависти Дух Святой же я объявил-то. Они мне не просто завидуют, а ужасно завидуют. Почему? Свобода. И Андрей Кураев говорит, вот эти дни я себя, кажется, в жизни никогда так не чувствовал с такой свободой. А я ему говорил, Андрей, ты меня коснулся. Ты дважды сказал, я Игнатью завидую. Я сильно завидую его свободе. Вот теперь ты ее получил. Ты сказал, завидую, а я помолился. И как-то я руку положил на это плечо налево, тебя налево сразу выкинули. Сразу пошел. И он сейчас, сейчас считаю его, на форум у меня поставили. Ооо. Ооо. Ооо, я, говорит, такой свободный, такая радость у меня на сердце. А я живу в этом день и ночь. Вот так. Смотрел вот тоже этого Дмитрия Смирнова. Вот, как он за, ну, за одежду, за женскую, за мужскую одежду. Прямо, как батюшка, вот такое ощущение, знаете, как будто не хочет, вот, такое прямопрямство у него, не хочет согласиться. Вот он свое мнение, он считает правильным, как говорится, есть одно мнение, и оно мое. Другое мнение не существует. Вот. Человек, женщина, у нее может быть вопрос жизни и смерти. Она ему вопрос такой задает. Можно ли носить там мужские брюки, женщине полезно ли это, не полезно. И вот и сбивает человека на корню прямо. Она вот прочла там у Луки, воина Есенецкого. О, да, он его перебивает. Типа, он не прав, Лука не прав, я вам сейчас расскажу, кто прав. Он ни разу не ссылается на Библию. Вот в чем дело-то. Я сегодня еще слушаю, меня говорят, что ты так много слушаешь-то его. Но я хочу до конца знать. Я вчера прослушал примерно 15 роликов его. За один день. Я посвятил именно для него. И что? А результат один. Он Библию не знает. И вот он учился в одном, в графическом, где-то. Обращения не было, духовного рождения не было. Совершенно. Он не может показать момент, день, когда он обратился к Богу. Вообще не знает он. Еще сравнивают. У меня было, как у Савла, обращение на пути в Дамаск. А почему? Я готовился террористом быть. Нравственно, я уже был весь в крови. Отомстить коммунистам за поруганную родину. Я ваххабит по рождению. От отца это я усвоил. И у меня было такое обращение. Когда я пришел уже к тому, что только-только приступать к делу, в это время меня Бог сбрасывает оттуда. И я пал на землю. И я возопил. А что поверишь, Господи, делать? У них этого не было. И понятно так. Он говорит, отец Дмитрий, я о нем могу говорить, а обо мне он не может говорить. Дворкин обо мне сразу сказал псевдоправославный. Его вопрос задали обо мне здесь был. Ни одной книги моей не считал. Это 38 книг. Ни одного выступления моего по радио, по телевидению не видел. А я три радиопрограммы регулярно вел годами. По эфирному времени я стоял на первом месте в Алтайском крае. Это что-то говорит? Нет. А кто оплачивает? Это такие деньги за одно наступление. А у меня часовая программа в прямом эфире. В прямом. Это Бог мне дал. А кто оплачивает? А зачем тебе знать, кто оплачивает? Я тебе скажу, ты не поверишь. А я поверю. Обещай. Ну, хорошо. И другим расскажешь. Я тебе покажу, и вас будет кто? Мой Бог. У глухонемых вот так вот, буква Б. Бог. Вот так вот, это Бог. Ни один земной человек не пришел ко мне на дом, не сказал, я тебе оплачу. У меня приглашение на студию, и я еду. Я в лагере нахожусь. В это время у меня запрос. Телевидение Германии просит встречи. Можно, нет, приехать. А другая без предупреждения. Встречайте, Астанкина послала к вам человека из Лондона. Директор Кэстерского института Ксения Дэннона. Ну, пускай они похвалятся этим. Это мой Бог делает. И она вернулась, когда написала, и говорит, мне и половину не рассказали, что я слышала. Это слова от стариста Савской Соломону сказала. А что вы хвалитесь? Почему же не хвалиться? Написано, хвалящийся хвалить Господом. Я в деревне, никто не знает. Это Бог делает. И она какую статью-то написала? В сибирских степях. Так на нее еще нападки были от православных патриотов. Где она выглядела в Игнатию? Вот эта толерантность, то другое. Вот такой нетерпимый. А я узнал, она англиканка. Англикане, они имеют рукоположение. Церковь признала. Перед самой революцией готовились с ними соединиться. Зачем бы она ехала такую даль с Лондона? Лондон. Директор института. Она не приехала к губернатору, не приехала к Путину. А кто? Никто. Я никто. В полном смысле никто. Ни должности, ни звания, ни денег. Ничего нет. У меня на одних штанах 15 заплаток. Ну, я вот не понимаю. Я вот, знаете, как смотрю сейчас на мир, но с своей, с такой источник зрения, с лежащей. Вот. И прямо вот, знаете, какая-то вот повальная вот эта вот шахофрения вот идет сейчас в обществе. Вот. Ну, Христос нас как бы учил, вот, учите, узнавайте по плодам, научитесь их по плодам, их узнаете, да? Вот. Это же легко делается. Ну, вот я чем больше узнаю людей из вашего круга, да, общения, тем больше я начинаю вас уважать. Вот. Потому что среди этих людей нет ни одного лжеса, ни одного грубияна, нет ни одного, как говорится, замешанного в чем-то там, в той или иной пакости какой-то. Люди все по максимуму какие-то вот все такие аккуратные, такие вот уважительные, понимаете? Я ни одного не знаю такого вот нечистивого человека из вашего общества. Это же, скажи мне, кто твой друг, а я отвечу, кто ты. Все же настолько просто. Почему же вот это вот, почему же такое вот борда такая бьется, вот эта грязь бьется, откуда она бьется? Ай, тут вот, дорогой, что еще? Вот вы вчера видели на крещении, какие там люди были. Он снимал то одних, то других, то третьих. Люди эти пришли через благовестия. Я родил их во Христе Иисусе. Пускай Чаплин покажет, кого он родил. Павел говорит, я родил вас благовествование. Я исполняю священнодействие благовестия. Они понимают, священнодействие это чаша свиного. Это в одном месте, говорится, священнодействие слова, благовестие. Меня на это Бог призвал. А вот он не такой. Когда меня расследовали, я сидел в это время в камере 112-й Барнаульского СИЗО. В это время 12 следователей, 12, разлетаются по стране, чтобы допрашивать людей. А руководит ими следователь краевой прокуратуры Курьят Владимир Кузьмич. И когда следствие закончилось, он приходит ко мне снова, а у него заранее бумажка, все напечатано, какие вопросы решить. Это скажи на милость. Это как можно было так отрихтовать людей, подвести, что ни одного противоречия нет нигде. Все одинаково говорят. Любая бабушка на Украине, в Эстонии, в Владивостоке. Это как вы могли так людей приучить? Ни один нигде не солгал. Но вот я кое-где видел разночтение именно с вашими словами. Кому же надо верить? Я даже задумываться не стал. Конечно, им надо верить. Вопрос стоял. Когда они получили и от кого получили пленки? Решение вот о чем. Я говорю, я раздавал их тысячи. Приезжали люди, ни один, ни два, а сразу приезжали просто группами. Я не могу знать. Тем более они передавали, тем более переписывали друг другу еще. А ему-то свою одну легче пленку запомнит. И верить, конечно, им надо. Следователь краевой прокуратуры в своей практике такого не встречал. Такой охват по всему Советскому Союзу и ни одного противоречия друг другу нет. Это ваша работа. Как вы могли это сделать? Вот это я не пойму. Да так, что мы всегда говорили правду. Ничего кроме правды. Единственное правду. А правду запомнить легко. Лжец должен иметь хорошую память. Как сказал и как было. А мне зачем думать, как было? Я потому что, как говорил, так и было. Понимаете? Я никогда не терзаю свою совесть по пустякам. Потому что я делаю правильно по совести. У меня обманутых ни одного нет. С кого я рубль хотя бы взял, не было. С вещами не торговал. За чужой счет не жил. За чужой счет не ездил. Даже сейчас, когда у нас сбор делается. Это мне надо оправдать тех, кто едет со мной. Бензин и проще. На кормежку себе я ни одного рубля не возьму. Когда я ездил по Америке, меня вызвали. Единственный человек по миссионерскому фонду. Единственный человек. За всю историю. Это мне там уже сказали. И там мы ездим. И они мне не могли кормить ни одной пачки вооруженного. А они видели, что у меня заштопаны на 10 раз носки. Когда увидели. Они ахнули. И они все надписали лично вам. Чтобы никто не брал. Я все равно не взял. Это не мое. И не потому, что я такой хороший. И хочу это внутреннее. Я всю жизнь этим живу. Мне очень тяжело, когда мне помогают. Помогают люди. Тяжело. Я не могу ничем воздать. И вот вчера я своим программистам говорю. Ну утром не могу никак включить. Стоит на одном месте. Я перегрузку делаю. Полное выключение. Сказать-то я сказал. А сердце заболело у меня. Я вернулся. Прошло время. И неспокойно так. Я тогда по телефону звоню и вызываю брат. Программист один. Ты меня не тревожь. У меня уже он работает. Ничего не покупай. В прошлый раз было как. Закрой глаза. Я закрыл. Он новый компьютер купил. Новый процессор. Все поставил. Я кое-как узнал сколько стоит. Кое-как деньги вернул в карман. Прихожу домой. Деньги уже опять лежат в кармане. А он придумает купить что-то новое. И мне уже тревога. Давай дай слово мне. Иначе я с тобой буду просто разговаривать по-другому. Ничего не покупай. Я дам фонарик на ремонт. Он тут же новый купил. Мне подал. Вот так же нельзя делать-то. Сказал записывать надо. Я только сказал. Он тоже купил на 2000 гигабайт. Это терабайта два. Купил уже. Это деньги стоит. Я вот тут вот с вами не согласен. Понимаете в чем дело. Тут мы делаем общее дело. Тут вопрос в другом совершенно. Я прекрасно вас понимаю, что вы максимум ведете такой аскетический образ жизни. И это понятно. Я слимюсь тоже к этому. Вот. И поэтому понимаю вас. Но здесь вот по поводу компьютера. У меня вот сегодня опять тоже душа болит. Я думаю надо деньги искать. Где-то компьютер покупать ему новый. Смотри. Запрет. Не сметь. Не сметь. Это нельзя делать. Он хороший. Он работает. Я его каждое утро почти водой святой кроплю. Я утром встаю. Просорку. Глаза, уши. Все святой водой. Он работает. Но он слабый. Понимаете в чем дело. Нормальный хороший. 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 Сильный компьютер. Ну смотри. Разговариваем. Ну что еще надо. Главное внутри я свободен. Я уже в смысле с этим. У меня знаете как. У меня стоит два компьютера. Вот. У меня два монитора. Два компьютера. Вот у меня один ломается. У меня не... У меня... У меня... У меня каждую минуту на счету. У меня... Не должно быть. У меня... Ну вы это другое дело. Я... Я на ногах. Я включаю другой компьютер. Чтобы у меня не было ни минуты простоя. Ну правильно. У меня знакомый один. Да. Тоже небольшой руководитель. Бабкист. Он хорошо относился в свое время. Потом. Ее жена перешла. И дети перешли в православие. И он страшно обиделся. Ты мне говоришь семью разрушил. А жена живет семь. Старшая дочь стала матушкой. Православной. Вторая. Младшая за... Диаконом. А... Ну а сын здесь у нас в общине. Вот. Программист как раз. Я о нем и говорю это дело. И вот он у меня валенки то увидел. Я к нему прихожу. Всю зиму вел с ним занятия. По блаженному фифилакту. С одним. Я через город проезжал. К нему на дом езжу. И каждый день веду занятия. С одним человеком. С одним. А жена на кухне мало слушала. Он не обратился. А жена обратилась. Я знал, что бесплодна не будет. Так он мои валенки не любил. Меня он уважал. А валенки не любил. А у меня валенки. Заплата проходится. Заплата продалась. Я надо другое. Оно видно из-под заплаты. Я бы зубами изорвал. Куплю новые валенки вам. Ну. Какое есть. Любишь меня. Люби валенки. Это сейчас очень ценно. И вот тут же ко мне друг приходит. И как он просто влюбился. Бас влюбился. Вот из-за этого аскетизма. Понимаете. Да я не считаю за аскетизм. Это просто моя жизнь. Зачем так считать. Это не. Я не воздерживаюсь еще. Просто я довел до того уровня. Моя жизнь такая. Вы так понимаете. Ну у людей-то. У людей, которые живут в достатке. И имеют по две машины для них. Это чудная вещь. Диковина такая. И он вас за это вот полюбил. Понимаете как. А сейчас слушает вас. Смотрит вас. Именно вот за то, что вы ведете такой образ жизни. Господь. Мой Бог. Говорят там посты православные. Я говорю. Наши православные посты. Не считая с 3 до 5. И с 4 десятинца. Великий пост. Они 69 правил. Апостольский. Показано непременно. А остальные посты неевангельского устроения. Рождественский, Успенский, Петровский. Их можно отменить. Но это только соборно. Но я буду их исполнять. Почему? Я вырос в этом. Я не могу без них. Но я должен шире смотреть. Для всех сделал со всем. Посты эти нарушают 90 тысячи процентов. Даже Ленин. Самая. Негодная личность для меня. Вызывающая антипатию у меня. Как у Смирнова. Мы тут одинаково с ним. И он видел табличку. Курить запрещается. А матросы курят. Он уберите. Она здесь организует. А то бывает пишут. У нас не курят. А табличку едва в дыму видать. Вы не можете этого сказать. Я могу сказать. Курить запрещается. Вот это правильная табличка. Но ее надо выполнить. И у меня. Даже в деревне у нас. Везде написано. Курить на территории деревни запрещается. Курить на территории. И в храме, и в избе. А территория там. За территорией деревни начинается. И со всех сторон 5 дорог. И везде табличка эта висит. И что выполняют? Это 21 год. 21 год. А могли бы закурить. Вы ничего не сделаете. Не курят. У нас не должно включать вот это рок-музыка. Там хэви металл. И проще. Но работает один парень. Его пригласил фермер. Но его отец. Это мой крестник. Бывший главный агроном. А этот пацан-то. Алешка. Он включает эту заразу-то? Вы подожди. Алеша. Громко включаешь. И прям по деревне несется. У нас это не принято. Почему вы мне указываете? А он мастер хороший по машинам и помогает. Ну нельзя это. У нас устав нарушается. А это ваш устав. Не мой устав. Ну тебя пригласили. Ну нахальный пацан-то. Видно, что он. Не битый-то. Мы просим тебя. Дальше ты считай по уставу. Мы обязаны разбить у тебя. Зайди в кабину. Вытащите и разбить. А попробуйте троньте. Крутой парень оказался. Я звоню с ним отцом. Отец сразу приехал. Новый врач. Все кончилось. Заглушка поставлена по сегодняшний день. Весь сказ. То есть мы не пошли на последний шаг, который у нас предупрежден. В уставе записано. Любыми способами уничтожить заразу. Кем-то пожертвовать, кого-то будут судить, но мы не допустим нарушение устава. И все. И парню этого не стало больше, он не приезжает. Придет время, он будет вспоминать с благодарностью. Ко мне как-то приехал и, главное, кончил высшее учебное заведение. Нигде не устроился и пошел банщиком работать. Банщиком в бане. Ну а видит, как у меня-то здесь все. А где уголь берете такой хорошего? Я не знаю, как он увидел. Я говорю, я не знаю. Как не знаете? Эти дома-то два ваши. Ну и счастливы, я как хозяин. Ну это братья наши. Ну а по чем уголь? Понятия не имею. Что вы грете-то? Как это? Да я не покупаю, не знаю. Я не вру. У меня комендант эконом поставлен. У меня везде должности люди получают. Нет у меня этого. Я не знаю. Тепло их. А чтобы тепло было, у меня брат есть. Я каждый раз спрашиваю, не топить, не топить. Если не топить, я один живу, температура бывает 7 градусов. 7 градусов. Но это я один. Я могу над собой экспериментировать. А над другими я не имею права. Я люблю тепло тоже. Ну а это ведро угля. Ведро угля. Я экономлю на нем. Люди когда узнают, да даже вы сами себя убиваете. Не убиваю. Мне 75 лет тут скоро будет. А я раза по 3 на крышу лажу, как голубей. У меня снимки какие. Вот голубя сфотографировал сейчас на компьютере. Она у меня голубка вот сидит. Ой, как оригинально. А все оригинально. Она что-то чешется там клювиком-то. Я вчера призвал, она у нас ветеринаром работает, сестра. Я ей показал, а она нашла насекомое. Она сейчас привезет лекарства. Она в руках его держит. Я говорю, знаешь, она в очках. Тебе можно дать лупу. А у меня лупа рядом. Дай. Она обычно бывает. Я ей вот принес лупа. Видно? Нет, там не знаю. Она лупу берет. Я говорю, так подожди, кадр интересный. Я скорее за фотоаппаратом. И сделал два снимка. Как она рассматривает. Стоит в длинном платье до пола. Я разные снимки сделал. Оригинально? А да, оригинально. Ветеринар на дому рассматривает. У другого голубя там шишечка была у глаза. А у нас двое учатся в университете. В медицинском. Один-то вот из Греции, а другой... А он в деревню у бабушки приезжает. Я договорился. И они делают операцию. Тоже фотографии получаются уникальные. Да, уникальные. Молодые люди. Хирург. Делает операцию, вырезает это. Ну а дальше я уже голубя отдельно показываю. Они сами в руки мне такие фотографии, такие ролики идут. Даже вот такую беседу с вами, как сейчас, ее нельзя создать искусственно. Вы должны были дойти до кондиции полюбить то, что мы любим. Чтобы эти слова могли сказать. И вот еще хочу... Я просто стал как бы ценевольным участником этого дела. Вот. И сейчас хочу вот так прокомментировать немного. В общем, ну, может, две-то, может, три недели назад мы с отцом Сергием Дудином, вот, разговаривали о его... Ну, о его родственниках. Дядей его какие-то там, я не знаю, они далеко где-то. И вот он мне рассказывал эту историю. И так вкратце рассказал, что живут такие вот братья, они абсолютно не веруют в Господа. Вот. А один умирает, а у одного рак. И все, и я, это я даже по нему, где-то я делал запись такую вот, то есть разговор наш записывал на видео. Вот. И все-таки как, как все-таки проследить, если за всю эту историю, и как все-таки действительно сбывается, вот, Господь слышит молитву вашу. Ведь человек абсолютно был при смерти, рак в последней степени у него, ну, практически у него агония была. Он находился уже одной ногой в том мире. Вот. И как все-таки, вы смотрите, батюшка что рассказал, что он буквально встал на следующий день и стал ходить. А врачи, у врачей глаза полезли на лоб, и они подтвердили то, что такого, такого не может быть. Человек просто уже при смерти находился. И посмотрите, непонятно по каким причинам стал на ноги. И вот этот фильм, вот, дополню, ролик этот немного разобью, и дополню его коротким видео, где батюшка мне две недели, может, три недели говорил об этом родственнике его. И вот, насколько мы с отцом Сергеем говорили, тоже о том, как бы слышит вас Господь, как бы дешевновение вы умеете к Богу, вот, то есть о силе молитвы. Да, удивительный человек, это только говорит, только тот, вот, кто не знает вас. Ну, а только делов-то, это уже Бог все делает. Вот правильно, отец Димитрий сказал, это не молитва наша, это Господь склонный к молитве нашей. Это все Бог делает. Это мы понимаем, я не буду делать оговорки, я про это и знать бы, где-то не знал. Но если эти известия поступают из Германии, из Австралии, из Америки, где просили помолиться, и они с таким же точным удивлением, и сразу, а я только говорю, вообще там молиться некуда. Нет, мы тут слышали, там, из Сакраменто, там, бывает, там, из Сан-Франциско, мы слышали, что вот вашу молитву, да откуда мне знать-то, это вы говорите, я ничего за собой этого не знаю. Приезжает один человек и говорит, я же на операцию готовился, то у меня с ногами-то какая беда. Старообрядица, там, у них боление длинное, ну и вены все полопалось от загнивения, там, тромбоз и то другое. Ну, он пришел, я говорю, ты меня только, это, прости, я попрошу тебя, заголи ногу-то, покажи. Ну, ногу-то открыл, ой-ой-ой, там язвы какие. Я говорю, ты к врачам-то хочешь? Конечно, хожу еще, да ничего, они не могут, только вырезать надо вены, там где-то еще там вставлять, ну, там, сшивают сосуды. Я говорю, а ты не против, если помолимся сейчас? Ну, мы же все время молимся дома и... Ну, это не помешает нашей молитве, а у меня крест. Я маленько отвлекусь, этот крест священнический. Однажды заходит один человек, мы его звали монашек. Хорошо относятся, очень хорошо, но зацикленный такой на монахах. Не замуж, не женатый. Он говорит, закройте глаза, а я сижу на машинке, печатаю. Ну, я закрыл глаза, он что-то там копается у меня, он надевает на меня священнический крест с цепочкой, все. Я посмотрел крест, а чего это ради ты на меня надел-то? Не знаю, мне вот такое было побуждение найти на меня священник. Да нет, я носить не буду, я не священник. А откуда он? Ну, цепочку вроде он сам приделал, было. А крест нашли, видимо, я расстреливаю священников, священнический крест. Крест этот я возьму, а носить я не могу. И он у меня, крест этот, висит дома на стенке. Я его снимаю и говорю, Андрюша, Андрей Феодотович Долгов, уж назову болящего. Город Новосибирск, 57-я Зеленхозовская улица. Я помолился, крест этот приложил ему на ногу. Ну, прошло, я не знаю, сколько, день-два, ликующий, сообщает. У меня нога-то полностью зажила. Он другим там к врачам, это невероятно, это невозможно. Там у него уже там вены-то эти, гнилье одно. И все, это до самой смерти будет такое. Так не я тебе, не я. Это Господь через молитву может быть расстрелян. Но в моем доме почему-то этот крест оказался. Этот крест чудеса будет являть. Вот каждый раз, когда мы приходим в храм, здесь, он лежит у нас на моих книгах. И все приходят и прилагают своим местам. Я не беру его в руки. Каждый, кому надо. Не говорили, чтобы я это делаю. Один раз он у меня исчез. У нас была, приходила еврейка. Еврейка. Она мессианская. Она Христа за Бога-то, оказывается, не признает, а за мессию обещанного-то. А кто-то видел, что она его держала в руках. Я на нее Фаина Королева. Она его утащила у меня. Для чего утащила, я не знаю. Я, типа, к своим евреям туда вкагал. Лечить их. Ну, я ее просто попросил и сказал, что это делать нельзя. Она его вернула. Вернула. И он у нас сейчас лежит. Вот. И вот этот крест получилось так, что он у меня оказался с собой в кармане. И меня арестовали с этим крестом. Теперь задача. Я знаю, он серебряный крест. Его отнимут. Но он примерно вот взять ладонь поперек вот так вот. И палец вот вверху вот примерно такой высоты. В следующий раз я покажу какой. Вот такой вот. И я его должен на обыск. Вы же показываете, уже есть видео с этим крестом. Да, книги там есть. И вот теперь как мне его сохранить? Один обыск на КПЗ. При выходе опять обыск. И в тюрьму принимают обыск. Я все обыски прошел и пронес. Но я чувствую, что рано или поздно где-то кончится. Там мина искателя. А он же зазвенит металлический. И когда я со следователем установил контакт, а тогда был Пищугов Виталий Николаевич. Тогда была у меня не краевая, а городская прокуратура. А я его говорю, когда он поздноил, у меня есть одна вещь такая. Вы не могли бы ее домой передать? Она не запрещенная, просто к ней отношения неправильные. Ну дай мне слово, что ты не побудешь. Да нет, никак. Я говорю, у меня крест большой, я говорю, священник. И вы его пронесли, я говорю, пронес. А как же вы могли его пронести? Господь, я говорю, так обещаешь, да? Я из кармана вытаскиваю краюшку хлеба. Я ее выскоплил, его туда заложил на поперек. Так это, ну как, вся хлеба-то. И опять микишом все это смочил маленько, замял, высохло. А когда обыскит ее в сторону, ему сразу хлеб-то мой откладывают. Его и не проверяют. А зачем проверять-то? Это хлеб. А крест-то тоже как хлеб духовно-то. И он тогда не вытерпел. Крест этот взял, ну я от крошек освободил его, положил в карман. Ну он, следователь, меня оставил тут с материалами, а сам вышел. Вышел, в соседний кабинет, там другой следователь допрашивает. И вышел, говорит, вот это у меня, говорит, заключенный. Все обыски прошел, говорит, обманул всю охрану. И его пронес, вот это что, крест. А этот-то сидит, допрашивает одного зэка. А этот зэк-то все слушает, и он потом попадет со мной в одну камеру. И он рассказывает, а не знает про кого рассказывает-то. А чего я все это знаю-то? Это Бог так соединил. Вот этот крест имеет особое происхождение. Я каждую неделю один раз его прикладываю к больному глазу, к ушам, к сердцу, к голове. Ну, кто-то осудит, а вот ты привязан. Ну, привязан. Ну, это крест Господень. Я привязан. Я не скрываю этого. Почему? У меня вера очень глубокая. Ежедневно я кусочек просто расседаю святой воды. Я не болею. Тебе это достаточно узнать? Я вообще не болею. Я не знаю, что такое болезнь. То есть, чем я болею, я не считаю это за болезнь. Это нормальное старение организма. Вот я что хочу сказать. Я вот так думаю, что в этом и есть секрет. Вот все-таки люди часто себе задают вопрос, ну как мне мучиться так молиться, чтобы меня Бог услышал. И вот мне так думается, что весь секрет молитвы в этом и находится, чтобы, как вы говорите, как Андрей Курайф о вас говорит, что Игнатий Латкин не знает компромиссов, он свободен. Вот эта вот сила молитвы находится вот в этой бескомпромиссности и свободе. То есть человек должен по максимуму отходить от лжи. Должен по максимуму и в чести с собой жить. И это может приблизить Бог. И тогда Господь услышит твою молитву. Я вот спрашиваю людей, говорю, когда ты ложишься спать, какая у тебя последняя мысль? Ну кто его знает какая? Ты даже не думаешь, а я думаю. Никакая. Я только одного прошу, ангел, чтобы мне не проспать, я начну молитву встать. Я же не один в комнате, чтобы никто меня не видел. Краткая наша молитва, я обязал встать. И вот я проспал. Я глаза открыл, я выспался. И первая мысль, я еще не поднялся. Так вставал я ночью или нет? У меня сегодня ночью такое было. И я не припомнил, как я одевался. То есть, ну это ежедневно. У меня задача теперь, пока не поднялся мой друг, брат Владимир, успеть помолиться, начну молитву. Она уже утром ходит, уже ночная, с натяжкой будет. Но все равно еще ночь у нас здесь. Я говорю, у тебя когда такое было, не было? Ну а что ты меня спрашиваешь? Я смотрю в глаза Чаплина, когда он говорит. Мне страшно от его взгляда. Это следователь КГБ непримиримый. Какие глаза, какой взгляд? Он буквально съедает. Я мог бы спросить, у тебя будут вопросы к Чаплину? Да, у меня вопрос сегодня есть. Одинаковый к судиме Тринутко, этому, Смирнову. Когда вы молились непрестанно? Непрестанно, о чем вы рассуждаете? А Давыд говорит, непрестанно я знаю, но я 7 раз становился на молитву. Когда я от всего отхожу и только на молитве. Когда? И когда ты последний раз плакал на молитве? Когда у Бога просил? Ну год назад, 10-20 лет, мне не важно. Когда? Он не может называть. Я уже заранее знаю. Эти глаза его, я смотрю в глаза и вижу, они не застилались пеленой и слез. И он говорит все то, что угодно его корпоративной системе. Вот в одном выступлении против Кураева, я не знаю сколько, но примерно, я так на ощупь скажу, примерно 40 ошибок он сделал. 40 раз солгал. 40! Я что могу сделать? Ничего. Севолод Чаплин в моей молитве, он уже не уйдет, я его зажал. Теперь он в моей молитве будет каждый день. Он никуда не вырвется. И он не будет понимать, что с ним делается. А как вы молитесь? Господи, пробуди его совесть, которая убита в нем. Она сожженная совесть у него. Из-под пепла пусть она воскреснет. И дай ему хоть маленькую веру в тебя по Евангелию. И коснись его благодатью Духа Святого, о котором он понятия не имеет. Андрей Кураев неприкасаемый сегодня. Вы могли долбить его, когда он у вас был. Вы его выбросили, добиваете там. Настраиваете против него людей. А он озвучивает то, что нужно было сказать. Он единственный сегодня человек в России, который говорит то, что есть. То, что должно быть. Теперь об Андрее. Господи, чтобы его не занесло куда не надо. Чтобы не выразилось у него это в ненависть. Его уже там хватает со всех сторон. У меня заботы-то сколько. Я не просто Андрея. А я о чем? Я все время говорю, Господи, дай мне это задание. Я прошу у Бога. И когда оно выполнено, я каждый раз прихожу и хвалюсь перед Богом. Господи, как хорошо, что ты меня избрал. Ты, Господи, не ошибся. Ты правильный выбор сделал. Для меня Бог друг, близкий. Я его ощущаю, я им живу, я с ним разговариваю. Вот об этом пишет игумен Кирилл Сахаров. Он идет по полю. Вдруг Игнатий останавливается и начинает молиться. Что-то такое. Среди поля молится. Он говорит, а ты слышишь, как жаворник поет? А мы за Бога. Бог это не прославили. Это совершенно необычный человек. Он не вписывается ни в какие рамки. Луарьер расписфицировал всех. Всех. Животные млекопитающие. Каким разрядом. Но вот попалось животное, которое они не знают, куда определить. Не могут определить. А кто? Утконос. Он не в одной ящейке, птица в нос, несет яйца птица. Однако зверь шерстью покрытый плавает, а несет яйца. Они не знают, куда и куда присутили его. Крептили его, как к змеям. Вот арбузы относятся к чему? Не к фруктам, а к ягодам. Хороша ягода. Рот не хватит раздевать. Вот так и здесь. Они Игнатия не знают, какую ящейку затолгать. Я могу сказать. А одна для меня ящейка подходит, христианин. У меня было пламенное обращение. Полностью. Я не могу найти место Писания в Новом Завете, да и в Ветхом, которое не прошлось бы по мне. Я его помню, это место Писания. Почему? Потому что оно вошло в меня. Не потому что я сидел и думал, как бы это забыть. А вот, допустим, священник говорит, но если я неправильно крещу, тогда выходит мое прещение неправильно-правильно. Так тогда логики нету. Нету логики. А почему? Я не входил в великое, для меня недосягаемое. Я никогда не спорил с католиками. Это церковь. Да вы экуменист тогда. Ваши милости, так угодно называй. Так что, к папе подойдешь? Почему к папе-то? Я к священникам католическим подхожу и благословляюсь. Потому что это церковь. Церковь. Так а там заблуждения у нас тоже хватает. Но я не могу молиться, как они, я плющик другому. Вот священник, который меня благословил, католический, я каждый день за него молюсь. А теперь своим говорю, где были. Сходите к нему. Туда. В костел. Спросите, он не забыл про меня молиться? Забота какая. Забота. Увидели, я молюсь с баптистами. Да, молюсь как. Я зашел, а они мне оказали добро. Ищу человека. И поблагодарить Бога. Я забежал, не больше, как там, полчаса у них было. Какая молитва? О чем? Мы одинаково Отче наш признаем. Я сказал о том, что мы едем в путь благослови нас, Господи, благослови остающихся. То есть откроем истину. В чем моя вина? Пророк Илья, когда молился, рядом 452 аловых и 400 добравных. Его молитва не осквернилась. Еще немного, и они все пойдут под нож. Они меня упрекают в том, чего сами не испытали. Меня может упрекать в этом тот, кто приблизительно так живет. Я сделал совсем для всех, чтобы приобреть, по крайней мере, некоторые. Повторяю, за 51 год я не встретил ни одного человека такого, ни у сектантов, ни у православных, уж про старобрядцев не говорить. Старобрядцев? Да я так и молюсь. Я не совершу ни одного шага, чтобы они меня сразу не выкинули. Для чего? Чтобы сказать им. Вот так. А у 50-ников ты что будешь валяться, как они там? Не будет этого. Но я встану на колени и помолюсь своими словами. И у нас будет прекрасная беседа. Из 50-ников несколько человек присоединится к православию. Ты с твоим упорством остался один в этой скорлупе, заскорузлого самомнения и дикого снобизма. Я ходил, и она пришла, и она теперь работает среди 50-ников. Она причащается в нашем храме. Ксения Степановна Аврааменко, город Барнаул, улица Свердлова. Достаточно, что ли? И она теперь свидетельствует другим. Вот отец Геннадий Фас пришел. Через него приходит его брат. Приходит братова жена. Приходит его жена. А они все кандидаты наук. Это большие люди. Через них вот этот класс Александр приходит. Через... Он женился на их дочке-то. С отца Геннадия-то целая цепочка идет на Германии. А корень где? А корень в моем доме. Апостол Павел говорит, Стефанова, семейство, начаток Ахайи. Мой дом начаток. То есть я первый в этом доме. Первый. Я свидетельствую. Моя мама обращается. Моя мама. Потом брат. Брат делается священником. Это в моем доме только. А теперь их дети все православные. Все в церкви. Они этого не знали. Но все они до одного, до одного пришли через мое благовестие. Конечно, авторитет должен был быть. Я говорю, моего отца иногда он выпивать любил. Выпивает и разговаривает. А по пьянке-то начинают и обрекают. У тебя сын, вот он, видишь, какой он пошел к Богу. Отец сразу, сына моего, не трожься. Если уж верить, как мой Игнашка, так верить надо. Он всегда до конца идет. Отец-то меня и долбит. Я написал стихотворение, как-то ему посвященное. Один куплет. Как в басне. Надо на беде случиться. Служить Христу, служить греху. Смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом. А я нашел воскресшего Христа. Отец ждал, что я буду коммунистом. Других детей выведу где-то. А я пошел не той дорогой. Видишь как. Несмотря на это, отец с покаянием. Вызвали священника. Примиренный удар. Вот и все. Покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу из дел моих конкретно. А вы хвалитесь. Мне прямое повеление хвалиться. Хвали своим Господом своим. Я его знаю. У меня очень близкие отношения с Господом. У меня стихотворение есть. Про одну библиотекарь. Я бы мог найти его, вам просчитать. Когда я беседую с ней. А потом спрашиваю, а Библия у вас есть? Она оглядывается. Был один экземпляр. Но пришел секретарь на икома и взял. Уже два месяца не отдает. Я говорю, может он уверовал? А потом ей дал свой телефон. Проходит какое-то время. Она мне звонит. Теперь это сестра во Христе. Да что, серьезно было? Да я многого не открываю. Я там был. И остался след. И след этот мой, и ее, тянется очень далеко. Вот и все. Покажи ты. А почему и столько на мне так? Потому что когда они на мне злобятся, тощат зубы, в это время они в другом месте не могут зло делать попы. А Господь знает мою крепость, он у меня их допускает. Они говорят, какой кобель не сорвется, меня укусит, когда щукарь говорит, входит исцеление Шолохова. Я их отвлекаю оттуда. Вчера поп-то пришел, и на нас он рвался кусать-то. И в этом положительно. В это время он других не кусает, пока с нами он здесь находится. И он видит, ничего не может сделать. Но видно, что у него не то, что не дома, а даже во дворе еще не зашитие, которые должны здесь быть. Нападает на тех, которые его не касаются, которые раздают Евангелие. Ты ничего не делаешь и нападаешь. Вот молодец. Он ничего не делает. Он постоял, рот поразевал, я как Крещахусь. Да никому это не нужно, Крещахусь. Мы всех мочили, вы обманули людей. Обманщики пришли. А архиерей еще вышел, нужно показывать в машину. Два человека благословились, а еще вы не пошли беседовать. Когда нужно, они вызовут. Похоть, плоти, похоть очей, и ворда, и житейская. Люди не знают Христа и не ждут, не мечтают о встрече с ним, не боятся. Не боятся ни слов своих, ни дел своих, не боятся. Тут вот я каждый день ложусь и представляю себе, что я не проснусь, и ночью сегодня встречу с Господом. И тут же вспоминаешь, Господи, прости мне каждое слово, каждую мысль прости. И тут же нужно, ну я не знаю, как тут бороться нужно, за каждое свое движение все осмысливать, и расценивать, и переоценивать все. Ну как же вот в этой злобе жить, как же злобиться нам друг на друга, ненавидеть друг друга, еще беспричинно. Ненавидеть беспричинно абсолютно. Да главное, что я их не отрекаюсь, я к ним иду навстречу, и когда враги к вам приходят, поросят, скажите, а за что они конкретно, причину-то не указывают. Я знаю за что, за книги. Ну скажите, книги это не жизнь, жизнь я могу лукавить, ночью один, днем другой, под одеяло вы не заглянете. А вот книги-то вы можете взять на стол, дать эти книги не двум, не трем, а целым отделам, и Игнатий напрашивается на то. Ну возьмите, исследуйте и вызовите, он же согласен, представь. Ну 12 лет, 13 год, это уже срок. Почему этого они не сделают? Еще непонятно. Потому что я ставлю одно условие. Мои труды рассматривают только так, как называются книги, во свете Библии. Во свете Библии. А если вам нужно, я буду подтверждать канонами, житиями святых, трудами святых отцов. Вот четыре параметра. Но на первом месте Библия. Игнатий Ильич, ну вот вы говорите, книги, да? Ну, книги, они понимают, что есть книги, но книги никто не читал из них. Да. Ни один не читал. Говорят, хоть держал в руках, даже не видал. А чего ж ты злобишься? Притом в разных концах страны вот эти вопросы им задавали. Ну вы хоть в глаза-то видели книги? Нет, не видел. Все отвечают. А один кричит мне, его сейчас епископом поставили, Роман Скоробейников. Я считал ваши книги, но скажите, какой итог? Он не может сказать. А что именно вы считали в книге-то? Он не может сказать-то. Он солгал. Он солгал. А почему? Потому что ложь это основа патриархии. А если вы не будете лгать, они вас сожрут. Вы обязаны лгать. У меня следователь пришел и говорит. Сейчас, говорит, дело расследую. Ну, не одно дело мое ведет он, следователь. Только несколько дел. Девочка одна в классе, там, восьмой, девятый класс. И она с ними не участвует. С хорошей семьей она девица. А они-то в шлюшке. И они что делают? Договариваются со своими кобелями. Ее хватают, затаскивают в подвал. Вчетвером держат руки-ноги, а они ее насилуют. Вы не найдете в мировой литературе, ни в одном государстве, где бы это было. Нигде. Это время советской власти. Советская власть была. Чтобы они, почему? Она не такая. Ее нужно сделать такой же. Затаскивают наверх. Седьмой этаж. Валят на землю. Одни держатся, а другие все под одной подходят и писают ей на лицо. А чем закончится? Она бросается вниз и разбивается. Так вот, это делают со мною патриархийные попы. Они меня насилуют. Они писают на меня и какают, как хотят. Но они ничего со мной не сделают. С крыши я не сброшу. Слишком высоко. Они ничего не сделают. Почему? Я делаю все по высшей шкале. Слава Вышью Богу. Они самое все страшное свое, дерьмовое, тащат на меня и по себе судят о мне. Но они бы могли обо мне сказать то, что о них говорят. В чем их обвиняют. В чем Невзоров их обвиняет. Но они могли бы мне это представить. Все, что Невзоров на них говорит. Давайте мы на лапки на это накатим. Ничего у меня нет. Ни машин, ни мотоцикла, старый велосипед. Ни в одежде, ни в одеянии, ни в питьи, ни в блуде, ни в голубом. Ничего этого нет. Я уж слово-то скажу, что когда говорят, что мужчина бывает на мужчинах, я читаю в Библии. У меня в мозгах не вкладывается, что это может быть. Но я знаю, что грех есть, но у меня нет избилины, что такой грех существует. Я знаю, что он есть. Но настолько он противоестественный, что я не могу его вместить на уровне размножения. Они не имеют такого чувства, как я. Я имею чувствование во Христе. А что думает Господь? Меня всегда интересует. А что сказал бы мой Господь? У меня написано, 9 куплетных, 3467 стихотворений. Почему они не нападают на них? Они нападают издали. Они ни один не прикасаются. Там двойной, тройной подтекст заложен. Это невозможно написать. И все до одного написано без единой помарки, без черновиков. Этого не может быть. И кто-то, старейшие поэты меня спрашивают, где вы берете темы. Я говорю, показываю угол и дальше показываю вот. Вот у меня главное орудие мое. Вот он. С крестом, не знаю, видно не то. Это кошка тянет. А там у меня рядом сидит. Видишь, все делает. Может быть, даже покажу, и видно будет. Вот там. Рядом сидит чудушка мое. И все интересное. Почему оно без выдумки? Оно честное. Неворованное. Поэтому я для них неуязвим. О чем отец Геннадий им сказал, они не прислушались. Игнатия спасает его безукоризненности. Хотя я за собой знаю многого. А чего бы спрятаться надо? Ну, не смертные грехи, а где-то подумал, где-то там что-то. Такое, что ни в один канон не входит, но совесть меня судит. В моих книгах нет цензора, кроме моей совести и Бога. Вот что их страшит. Ну как? И у вас ни один архиерей? Да был архиерей, не согласен. Но я ни одного слова не заменил. И брат священник? Да. И он благословляет, да благословляет. Он потом будет смотреть. Он это благословляет, даже до конца не насчитал. Когда я издавал, насчитывал пленки, это 2500 часов. Так это только не все. Не все. Это то, что в суд попало. 2500. Не считая архива на 3000 часов, где я по стране ездил, записывал репрессированных, раскулаченных. Ни у кого нет такой фанатейки, как у меня. Это в то время, когда еще советская власть была. Почему вы этим не занимались? А магнитофон-то у меня был, маяк 205, только в мешок. Я с проводами еду. И через весь храм, бывало, провода тяну и делаю. У меня преград не было. А вы тряслись в то время. А я записан интервью. Вот большая разница между нами ими. И батюшка говорит, вы ропщите, но адрес обратно, на первой странице, на последней. Ну, напишите автору-то. Ни один не написал еще, ни один за 12 лет. Вот и ответ. Они герои за углом. Они открыто не выходят. Чтобы снять забрал и сказать, я иду на вы. И такое вот время уже кончается. Наверное, там такое ощущение, знаете, как у меня складывается ассоциация такая. Вот сидят за столом люди, вот, сидят люди, выпивают, да? Да. И вот один человек с ними сидит и не пьет. Вот. И они хотят, всегда в застолье, большинство выпивающих хотят склонить человека к алкоголю, приравнять его себе, поставить его равным себе. Вот так же и здесь такое же ощущение в отношении священников и вас. Ну, у меня почему-то такая ассоциация складывает. Они вас хотят сделать себе подобным. Да, именно так и здесь. Совершенно правильно понимаете. Я не могу быть таким. Просто я не могу. Я другую природу имею. Другую от Бога данную. Я знаю день избрания своего. Они не знают. Я знаю, что мне Господь говорит. Я каждый день молюсь Господи. И стою молча, и все наши общины 7 минут полно молчания перед службой стоят. Что нам скажет Господь? Пусть они так приучат. Самого себя хотя бы. У них нет истинной молитвы. Я пришел, отстоял и ушел. Ты должен все время быть. Литургия должна быть в нашей жизни. Ежеминутно. А то, что они злобятся, ну, это от Бога. Бог допускает довольной для тебя благодати моей. Жало, плоть сатаны. Павел говорит, я молился, говорит. Трижды молил его удалить. А блаженов и филах, златоуст говорят. И от он молился о гонителе. А я об этом даже не молюсь. Так, кромочка еще чуть-чуть. Господи, если можно, маленько. Выразуми их. Как протопоп Авваку молился. Выразуми, матушка Богородица дурака. На Пашкова. У них ничего нет. Они... Предстанем давайте перед судом, перед вашим Синедрионом где-то. Вызывайте. Воскресе Библии. Они не готовы. Меня просят прокомментировать. Вот эти волхвы, даров, прочее. Все это выдумка. Одним словом, скоро выдумка. У незнающих Бога. Мне это не надо. Я не верю в эти дары. А у них есть какие-нибудь доказательства того, что это истинный дар? Никаких. Абсолютно никаких. Они их клепают каждый год новое. Это греческие торгаши, монахи. Они больше ничем не занимаются. То кости везут, то голову. Миротащиво. А народ кидается. Это все от крещения людей. Люди думают, а у меня вера какая большая. Я 18 лет, 18 часов стоял к этой святыне. Там ничего нет. Я не отрисаю ходить и кланяйтесь. Но вы не мешайте благовестию. Я никогда не смотрю на грехи священников. А вот такой-то. Вот должен знать, архиерей должен его запретить. Вот допустим сейчас беседует, обнаруживает. Какие там голубые, какие красные. Я этим не занимаюсь. Никогда. Мой голос там никогда не бывал. А заступаетесь? Конечно нет. Я только молюсь. А вот когда я узнаю, что местный священник и нарушил седьмую заповедь, а он благощинный, и о нем везде эта молва, я сейчас на расследование делаю. И узнаю, что это не так. А дальше, а дальше на своих встречах с людьми я разбиваю в дребезги все. Что он не виновен. Так он мне не друг, так он после этого, я не знаю, со слезами на глазах, как говорится. Он узнал все. В каких огромных аудиториях я выступал и везде-везде говорил, он не виновен. И вот какие доказательства. Такие доказательства, которые никто не опровергнет. Вот и все. Для меня не важно, враг он или не враг. Который клялся хотя бы злому и не изменяет клятвия. 14-й псалом считайте. Они этого не знают. Вот Дмитрий Смирнов выступает много. Вот я сегодня слушаю. Он не верующий совсем. И вот все он говорит, у него опыт. Ему один вопрос задают. Он отвечает совершенно не по вопросу. Ты ему открой место Писания и скажи, так говорит Бог. Он не может нигде сказать. Так говорит Дмитрий. Он может сказать. И завтра он другое мнение будет. Он идет за людьми. Если он включит правила, чтобы мужчины были вот так, такие, а женщины надевались, так у них в храме-то не будет. Он сам себе лжет. А я не боюсь этому сказать. Мы сказали день открытых дверей. И кого приглашаете, чтобы одеты были по форме. Все одеты по форме. Два платка, платье донизу. А мужчины? А мужчинам правило одно. Были пояс и с тобой табак не брать. Все. Я ничего не наставил. Какой тоталитарный режим? Это дресс-код русского человека. Каждый раз новое придумывают. Вот сейчас уже придумали, что Библия говорит о трансвеститах. Да. То есть, об одежде любят о трансвеститах. Она говорит о них, что они в огне будут гореть. Разные слова. Никто не поймет, что это. А сейчас я просто не сказал, что бегемот это гиппопотам. Аллигатор. Да кто знает? Да крокодил все знают. А вот начинают. Все это глупости. Нам это не положено. Как говорил. Осипович Лыков. Отец Агафин. Нам это не можно. Так. Ну что, отец, отпускай. Моя Володя сейчас на работу будет готовиться. Я сейчас еще. Про карточку не узнали ничего. Про карточку не спрашивали. Про какие? А, карточку пластиковые. Мы не было quest pens получения. Мы сейчас. Как хотим?